Он невкусный. Давай сюда. Изо рта тоже вынимай. Сыт что делает, а? Это не ребенок. Это какая-то катастрофа. Убирать суть в свои руки. Нет. Приходится, приходится убирать. Боже, не уронить бы миски сюда, потому что, ну, это просто, просто ужас. Я помыла голову. Ну, и помылась, в целом, пока он спал. Он уже... Куда ушел? Ты где? Алло, ку-ку! Кричится от меня. Очень быстро ходит, я за ним не успеваю. Он здесь по всей квартире шастает что-то постоянно. Постоянно. Че случилось? Че грустно? Ку-ку! Иди давай. Вот, кстати, один из подарков на день рождения. Башня помощника. Пользуемся уже активно. Очень она нам... Давай сюда, Макат. Очень она нам помогает. Еще это бассейн сухой. У кого дети плюс-минус такого возраста. Очень крутая штука. Мы убрали окончательно коврик. Детский этот, который вспененный. Потому что он нам не нужен уже, потому что он по нему... Ну, короче, по всей квартире ходит. Нет смысла в этом ковре. Теперь у нас бассейн. Он вообще-то в детской стоял. Но мы его сюда перенесли, потому что здесь больше времени проводим. Ну, он как-то не особо много места занимает. Поэтому пусть здесь стоит, ничего страшного. Надо открыть. Он стал в детской. Надо открыть здесь шторы. Оп. 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 Все. День. Ты опять за мной пошел? В целом, во-первых, я сделала... Извиняюсь за переключение резкое. Я сделала фотозону. Но, естественно, как вы можете заметить, из моей фотозоны осталось только с днем. Но это дело рук не макара. Это оно само. В общем, я все закрепила. А оно все постепенно свалилось. Единственное, что осталось, это вот это. Но я подумала, что нет смысла переделывать ее сейчас. Потому что сегодня четверг. Четвертое июля. Праздновать, собственно, мы будем в субботу. И в воскресенье будет фотосессия. Поэтому, короче, если я сейчас сделаю еще раз, оно все опять отвалится. И, в общем-то, смысла нет. Постоянно это все переделывать, заново делать. И торт также у нас на субботу заказан. Должны были приехать свекры родители Никиты. Мои мамы с братом должны приехать. Но, к сожалению, свекры заболели. Поэтому с ними встреча перенесется. А мои приедут. Ну, поедим торт. Не знаю. Может быть, уже сходим потом отдельно. Нашей, так сказать, семьей. Втроем куда-нибудь посидим. Не знаю, пока еще не думали. В целом, просто... Ну, как бы я особо не вижу смысла пока. В какой-то большой... В какой-то большой тусовке. Потому что он все равно... Ну, новые места, новые люди. Он пока еще не особо это все любит. Да и... Поэтому вот так. По-семейному, с тортом, чем-нибудь вкусным. Отметим, сделаем фотосессию. И прекрасно. Главное, чтобы... Для меня главное, чтобы фотки были на память. Потому что я повернута на этом. Все остальное. И торт. Вот торт я люблю сладкое. И фотки. И видео. Все, больше мне ничего не надо. Макару, собственно, пока тоже. А, еще, кстати, из подарков велик. Он стоит у нас в коридоре. Поэтому я его сейчас не могу снять. Но я прикреплю здесь фотку, какую мы купили. Тоже долго думала, какой велик взять. Выбирала между Дуной и полноразмерным велосипедом. Там, с крышей. Короче, со всеми вот этими прибамбасами. И выбрала все-таки в пользу... Короче, велика побольше. На то были свои причины. Но об этом слишком долго рассказывать. Если кому-то вдруг интересно будет, напишите в комментариях. Я расскажу. Но, короче, Дуна, она слишком просто маленькая. И, в общем, я еще и попробовала. И для меня она оказалась, короче, не особо удобной. Так что вот. Все, сейчас будем обедать уже. И пойдем... Странно, у меня, кстати, время идет на камере. Я не знаю, запись вообще не остановилась. Пойдем гулять, сидеть в песке. Потому что у нас жуткая жара. Просто жутчайшая. И мы днем выходим только в песок. У нас сейчас будет праздничный обед. Это Макару гречка, курица вареная, кабачок сверху. Курица здесь кусочками, чтобы он сам ее ел рукой. И огурец. Он очень любит огурец. А я буду рис, тоже с курицей. Никита готовил. Вот, разогрела. Поэтому сейчас мы пообедаем. И пойдем гулять. Опять на улицу. Потому что дома с ним невозможно. Вот он уже пришел. Что-то ему здесь надо срочно. Иди садись. Я официально заявляю, чтобы я еще хоть раз сварила гречку ребенку на какой-либо прием пищи. Я, мягко говоря, устала ее оттирать со всех поверхностей. И это главный закон. Убирай гречку сразу после приема пищи. А не жди, пока она высохнет. Короче, жесть. Он все разбросал. Весь пол в этой гречке. Все этот, весь стул. Вся я? Ну, я-то ладно. Ну и он. Кошмар, короче. Мы вернулись с прогулки. Погуляли. Вон Макар весь красный. Сейчас будет спать. Сынок, не кричи. Так, сейчас я ему сделаю смесь. На, включи. Там, конечно, просто кошмарно. Как жарко. Мы, причем, мы сидели в тени. И все равно очень жарко. Но я, кстати, не красная. Макар красный. Домой приходишь. Такой просто кайф. В прохладе. У нас я собаке кондей оставляла. Иначе она тут вообще помрет. Поэтому дома прям вообще кайфово. Сейчас буду укладывать его спать. На... Сейчас. Раз. Два. Три. Четыре. Тот, кто у нас в смеси, наверное, сейчас мысли нам вместе со мной считали. Количество ложек, которые я положила в смесь. Короче. Девчонка. Ну, мама. Девочке подарила Макару. Ну, она знала, что у него день рождения. Сегодня мы уже утром виделись. И сейчас вот в обед. Сейчас, сынок, сейчас иду. Мужик, Вись хочет спать. Короче, подарила нам подарочек. Это было так неожиданно, так приятно. Сейчас я покажу пазлы. У нас похожие есть. Они очень прикольные. И она нам подарила... Сейчас, секундочку. Вот такие пазлы. У нас просто животные есть. А тут кто что ест. Все, пойду укладываю ребенка. Потому что он уже все. Закажи еду. Мы сходили, покупали. Закажи еду. Ну, чем дольше ты будешь кричать, тем дольше я не закажу. Мы ходили в магазин. Чем дольше ты не закажешь еду, тем дольше ты ничего не снимешь. Я не могу с ним. Она нас голодом морит. Помогите спасить, я голодный. Кто пришел? Голодный есть хочу. Есть не дают. Нет, это уберу. Есть не дают. Что тебе заказывать? Что тебе заказывать? Еду. Так, я сейчас тихонечко запишу, потому что Никита укладывает Макара. Потом звук увеличу просто. Мы ходили гулять с Гердой. Зашли в магазин, купили торт. Шампанского. Там, наверное, не знаю, видно меня нет. И, в общем, когда пришли домой, увидели ребят с соседней, что они пришли поздравить Макара. Ну и нас тоже с его днем рождения. Давай, дуй. Загадал? Загадал. Раз, два, три. Ух ты! Ура! Скажи спасибо! А что вы здесь? Заходите. Тоже принесли торт. Мы попили чай, съели торт. А мы хотели заказать еды. То есть мы хотели прийти домой, Макара уложить. Ну, либо не уложить, посмотреть по ситуации. И заказать еды. И отметить. Из-за того, что ребята пришли, естественно, мы не стали всем этим заниматься. Мы с ними общались, разговаривали. И уже, когда они ушли, как бы уже и заказывать поздно из какого-то заведения. Потому что очень долго будут вести. Так уже время без 20.11. Пока привезли, уже было бы, короче, под ночь глубоко. В итоге, короче, мы заказали Бургер Кинг. Так что вот такой вот у нас будет праздничный ужин. Но торт поели, шампанское сейчас попьем. А уже именно отмечать там с едой будем в субботу. Я уже сегодня говорила, что совёкры заболели. Поэтому они не приедут. Приедут моя мама и брат. Скорее всего, всё. А в любом случае, заказала торт красивый. Поэтому. Отиметим с ними ещё. Вот. Так что вот такой вот день жаркий, безумный. Хотя вечером было нормально. Но днём было очень жарко. Праздничный день получился. Хороший. Сейчас брала подарок. Нам друзья подарили. Надо будет открыть. Чего не открывала? У нас дом просто ужас какой-то. А что надо убираться. Не знаю, сегодня уже, наверное, нет. Завтра. Вообще кошмар. Всё валяется. Игрушки. Грабли. Ботинки. Этот мопед. Электрический макаров. Хорошо, ладно, это лирика. Всё. Всем спасибо за... У нас продолжение дня рождения. Сегодня, правда, шестое суббота. Макар ест хачапури. Вкусно? Подавился. Сейчас будем открывать торт. А? Я заказала... Ты самсунг? Ну, мы заказали торт. Надо, правда, разобраться, как его открыть. И не уронить желательно. Вот сейчас будут уникальные торты. Я, пожалуй, поставлю. Ммм. Пол кадра. Всё. Минус. А шо такое? А, вонова. А шо такое? Бам-бам-бам! Наоборот. Корку не даваем, Маке? Чего не давать? Корку эту не даваем. Хорошо, мы уронили. Что? Хачапуру. На, 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 на. На! На, Горя! Вот такой вот у нас. Вот. Торт. Макар, тебе нравится тортик? Что делать? Макарка, смотри какой торт. Хачапури вкусно. Мам, привет. Привет. Попробовали торт? Очень вкусный. Этот олененок шоколадный. Облачка... Объедение! Никит! Облачка карамельные. Это у нас... Тусовка! Мы тут тусуемся! Девочка из соседнего мужика. Кондитер, я у нее... Это моя мама, что это брюнка? Мама не видит. Ко мне пришла девочка из соседнего мужика. Я у нее заказывала торты на мисовчину. Мисевчину. Короче, ну каждый месяц бенка я заказывала. И вот заказала большой. В общем, как всегда, очень здорово. Она молодец. Но я, к сожалению, не могу больше отзыва оставлять, потому что там один отзыв можно ей оставить. Вот. Но, как всегда, вкусно. Тебе тоже понравилось? Я бабку не дамила, да? Это спазма живота. Так я сказала дать кусочек, а не целый кусок. Кусочище. Пофоткались. Понравилось, да? Взяли фотки на Polaroid. Тут как будто Никита беременна. Ого, это новость, которую хотели вам сказать. Гости разошлись. Хорошо посидели, поболтали, поели торт. Герда, ну ты его разворачиваешь, блин. Господи. Макар поел немного торта. Мама я ему дала. А сейчас ест макароны с мясом. И дам ему черешню. Хотела сказать, вишню. Нет, черешня. Да? Вкусно? Именинник. А, именинник? Ай, сегодня и на диспансеризации был с утра. В общем, дел. Я поэтому, кстати, еще утром не снимала, потому что мы ездили на годовую диспансеризацию. Не всех врачей, конечно, мы пришли. Но основное это невролог, педиатр, хирург, кровь сдал. Так что много чего мы сегодня сделали. Все, уехали? Да, так по-моему, не в третьем лифте проблема. В третьем? В фанерном. Нет, в третьем. Фанерный нормально ездит. Это мы обсуждаем. У нас, в общем, лифт в... В фанерном поехали. Нет, фанерный нормальный. У нас лифт... Четыре. Выкачи. Да, у нас четыре лифта. И два из них, в общем, не работают. Лифта. Да. Это как включить. Все правильно. Включить. Да. Все же знают, что правильно говорить. Пиши в комментариях. Давай включим телевизор, а не включим. Правильно говорить, включим. Потому что ударение включить на последний слог. Так что включим телевизор, включим компьютер, включим этот холодильник. В общем, странно звучит, но так правильно. Все, макарошки он съел. Сейчас поест черешню. Я ему, конечно же, ее в руки не дам, потому что тогда будет все в черешне. Так поест. Новая вруска. Вкусно? Что-то пап телевизор включил. Ладно, будем есть телевизор. Будем есть телевизор, говорю. Будем есть черешню. 55 дюймов долго. Да. Всем пока-пока. Да? Скажи всем пока. Да. Пока-пока. Пока-пока. Ручка по-больше. Пока-пока. Молодец. Умница ты мой. Пока-пока. Да. И ладушки тоже туда. Пока-пока. Молодец. Субтитры подогнал «Симон»! ,